Здравствуйте! Скоро Новый год и мы украшаем елку. Сейчас стало популярно делать игрушки своими руками, в частности шарики. Вот шарики можно делать разные и украшать. Вот здесь у меня шарики сделаны из пинокопласта, здесь шарики сделаны из фоамирана, здесь вот игрушки тоже из фоамирана. Это все доступно для исполнения. Мы сегодня с вами делать будем вот типа этого шарика. Что для этого нам нужно? Нам нужен шарик пенопластовый, ткань, которую будем обтягивать. Ткань нужна такая, которая тянется, чтобы когда обтягиваешь у нас не было склада. Для декора можно использовать разные материалы. Кружева, палетки, такие вот, разовая имитация. Вот такое. Это все для украшения. Мы начнем. Значит, для того, чтобы приступить, вот вы видите, здесь у нас есть разные варианты. Тут вот несколько сегментов, а здесь вот не видно сегментов. Поэтому надо сначала определиться, какой у нас будет шар. Так как у нас там без сегментов, мы на шарике, как правило, здесь видна по экватору такая полоса. Мы делаем ножом неглубокий надрез по всему диаметру, чтобы, но не глубоко. Дальше. Вот я вырезала кружочки такие, которые сейчас буду обтягивать. Как определить размер этого кружочка? Ну, естественно, надо измерить вот это расстояние, чтобы у нас был такой диаметр кружочка. Стараемся не приклеивать, а уплотнять. Вот я приложила, прижала и теперь беру острую такую вот линейку железную и вот в эти прорези закрепляю сначала, чтобы у нас было равномерно сначала с одной стороны, потом диаметрально с другой стороны. Вот так вот еще. То есть мы сначала закрепили. Вот видите, у нас теперь уже сегменты. И теперь вот эти складочки потихонечку заправляем. Почему берем мы острую такую вот линейку? Ножом, конечно, не надо, а вот линейка. Аккуратненько, аккуратненько вот так вот, чтобы у нас не было складочек. Вот тут у меня получилась складочка. Я ее немножечко расправлю. Стараемся, чтобы все-таки зазор у нас был нормальный, чтобы потом все-таки случайно вдруг, ну, в процессе использования эта ткань не выскочила у нас. Вот мы сделали одну половинку шарика. Точно так же делаем. И вторую. Очень красиво смотрится бархат. Он тянется. Также синтетика тянется. А если вы возьмете парчу, она не тянется. Дальше мы будем декорировать. У меня есть разные варианты. Вот такие кружева. Вот здесь я уже заранее так же сделала. Тоже кружева уже приклеила. А здесь вот только наметила. Но для того, чтобы было аккуратненько, для начала мы все-таки намечаем. Вот я приложила. Здесь закрепила иголочками. То есть у нас все ровненько. Точно так же сделаем здесь. Вот я выберила, какая мне нужна ширина, длина вот наших кружек. И аккуратненько сшила. Вот смотрим, когда все вот так вот получилось, мы уже должны вот это все приклеить. Клей можно использовать разный. Есть клей момент, который используется. Горячий клей-пистолет. И вот такой силикатный клей. Вот. Когда у нас все закреплено, мы аккуратненько отгибаем наш цветочек один. И наносим немного клея. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот такой у нас получился шарик. Вот такой у нас получился шарик.